приветствую вас друзья вернулся я своей небольшой спячки но даже когда я не выпускаю обзор я все равно просматриваю каждый день какие моды выходят и обращаю на них внимание и тестирую некоторые из них и так а сегодня у нас volvo fh12 подписан он как generation также хочу заметить что с модом идет в комплекте трейлер давайте посмотрим партсиса партсиса это вот такой вот у нас такая цистерна давайте рассмотрим ее наша наша основная задача конечно же грузовичок смотреть но если в комплекте идет вот такой вот неплохой неплохая цистерна я так понял это другой мод просто встроен не видим что даже датчики здесь стоят вот этом давление или еще чего-то ну очень даже неплохо то есть если вы не нашли там хорошую для себя цистерну то можете использовать ее из этого мода вернемся к нашему грузовичку заходим track dealers так и в автосалоне volvo конечно же то здесь все нормально видим что автор уже сразу подписал свой грузовичок табличкой видим что здесь уже и дэн данмарк тюнинг уже некоторый установлен давайте рассмотрим со всех сторон видим что здесь у нас шилдики стоят скоростями все на месте давайте смотреть что мы можем изменять так в таком случае кабина у нас одна шасси тоже одно четыре на два три типа двигателей максимально на 520 лошадиных сил коробки передач 12 12 плюс retarder давайте посмотрим как у нас выглядит наш интерьерчик руль мне сразу нравится вот какая-то тут какое-то устройство еще добавлено что-то она измеряет время походу но это скорее всего просто магнитола потому что вижу пуск перематывать и так далее так смотрим что у нас здесь видим да не флаг такой вот плакатик какая-то тут печка для обогрева я так понял когда вы здесь лежите что вы могли сразу управлять ним прикольно что уже поставленной одеяльце и подушечки видим что и рация уже встроена то есть в этом моде у нас весь тюнинг уже поставлен дополнительный тюнинг мы конечно рассмотрим в интерьере но пока что все очень замечательно также мне нравится расположение нашего зеркала если вот так вот поставить вид то будет сразу видно левое зеркало и хороший обзор на дорогу смотрим что у нас покрасками видим что встроены уже картинки давайте их рассмотрим под углом вот так вот прикольные картиночки кстати холланд устает прикольно смотрится вообще скины в общем не зашли давайте посмотрим что у нас здесь здесь у нас шаблончик так и давайте выберем какой-то из скинов или холланд усталился или вот этот мне в принципе оба нравится ну давайте вот это чем-то напоминает мальборо коробочку видите здесь такие скошенные красные полоски переходим теперь к внешнему тюнингу начинаем как всегда с бампером так видим что наш номер нельзя снять он нидерландский так дальше что у нас туманки можно сделать желтыми или белыми давайте сделаем желтыми для разнообразия бампер тоже можно менять видим что как форма меняется так и окраска ну в принципе можно под свет сделать почему бы и нет идем дальше на следующую точку так что она меняется облицовочка облицовочка чего честно говоря я не вижу никаких изменений облицовка чего меняется ставим на дефол чтобы что-то не испортить так поворотник поворотнички я так понял они добавились нет просто меняется сама фарка давайте оставим стоковые мне больше нравится стоковые реш так решетка можно было конечно и дописать видим что на решетку добавляются дополнительные шилдики почему бы не поставить тир идем дальше по точкам так следующая точка очки очки так обрамление вокруг наших фар меняется и посмотреть что эта сторона правая заменилась левая не заменилась ну давайте посмотрим все варианты и остановимся вот это с дублирующими поворотниками я так понял вот это и поставлю варианте идем дальше вверх тоже можно добавлять дополнительные таблички те что были установлены h3 там него дефолт h3 да обратите внимание что вся решетка меняется вот эта решеточка мне больше нравится так следующее что слогу лога у нас здесь меняется металл или хром хром выглядит прикольный так следующие точки это я так понял у нас уже сзади давайте ставим на на стоке это все дело так панела так ну здесь мы тоже также можем или пластик делать или скин давайте пластик чтобы было как-то разран разнообразней так одинаковые точечки у нас так как бы мне убрать это все дело фейк такси видим наклеечку можно ставить holland style по этим надписям можно понять что там пишется не убирая точку так ну я не знаю термо такси давайте посмотрим вот такую наклеечку поставлю давайте глянем как она мешает ли она нам нашему обзору смотрите действительно мешает но я хочу посмотреть что это за устройство видимо она светится выглядит необычно не просто как наклейка или же табличка но честно говоря в жизни свой трак такой такую байду здоровенную бы не стал клеить так идем дальше что у нас с нашими mine mirrors видим что можно красить под цвет давайте покрасим под цвет так front mirrors тоже добавляется у нас зеркальце одного типа и она также красится не будем его в красное красить чтобы она не сильно выделялась так сбоку у нас есть чего она мешает это у нас боковая шторка не будем сейчас смотреть смотрим что у нас с визорами визоры трех типов вот этот стоки стоял такой вот прозрачный ну давайте вот этот поставим дания голландии нас будет так дальше у нас вот такие фигурочки можно посадить или же фары принципе смотрятся неплохо так что я их оставляю так идем дальше что у нас выше выше еще дополнительные точки света вот эти кругленькие мне больше нравится следующая точка это у нас кондерчик с каким-то воздуха фильтром конечно белый этот фильтр мне не нравится следующая точка хорны можно подспить сбоку по бокам хорошая опция но здесь они мне нравятся больше там они как под каким-то углом как-то неестественно так default paint что это красит видим что в самом низу меняется что-то ну не знают тем более смотрите когда paint выбираем почему-то красит вот эти самые низы в черный не знаю у нас же paint красно-белый низ не понимаю почему так так весь тюнинг мы уже рассмотрели по переду давайте что у нас здесь за стикеры мы увидим что стикеры как-то сюда не вписываются с этим скином но есть такая опция выбираем их что у нас по шинам шины свои видим но в одном экземпляре тоже касается и дисков они диски есть вторые вторые есть диски paint давайте в красный покрасим темно-красный вот такой вот под цвет так как добавить свет добавил ее цвет просто они потом не знаю как его применять давайте paint да вот получилось у меня применить вроде бы ну цвет немножко темнее но так даже лучше так возвращаемся на бок смотрим что у нас заточки здесь так так это у нас зеркало по этим точкам мы разобрались что у нас с боком чего-то она хочет у нас убрать так добавила защитки мне не нравится что они не красятся в цвет под под скинут сразу же не подходит так что у нас вот это за . было это у нас брызговички брызговички volvo нормально так где-то еще были точки которые я не видел сток давайте посмотрим это возвращает наш наш бак видим что . с баком появляется когда когда у нас нету вот этих боковых юбочек ну давайте покрасим лучше бак потому что так что тут еще что-то хочет снять а это я опять попался на эту так давайте поменяем наш бак побольше наверно поставим вот такой вот хромированное не будем ставить потому что она не подходит видим когда мы боковые юбки ставим то у нас у нас наш бак возвращается в исходную краску так что давайте вернем его в красный видим что у нас два таких огромных баком в итоге получается так теперь посмотрим какие точки мы пропустили вот здесь у нас уже установлена . похоже мы рассмотрели все единственное что я пропустил сейчас он попытаюсь показать поближе так где-то тут было . вот здесь у нас на наши туманки можно вот такие решеточки ставить черную или же алюминиевую можно поставить алюминиевую чтобы сильно не выделялась так и еще одна . которую я пропустил точно это сейчас сейчас вот у нас здесь мигалки посмотрите какие необычные мигалочки давайте включим посмотрим как работают вот такие вот у нас мигалочки все мы просмотрели весь внешний тюнинг переходим к интерьер чеку зеркало у нас изменяется только краска его трогать не будем так виншилд корнер что вот это такое так какие-то устройства добавляются прикольно смотрятся давайте вот такой вот с серой надписью потому что что сильно не отвлекало так табличку мы уже одну поставили свечащийся хватит так здесь у нас на лобовом есть несколько опций видим что у нас добавляется сисал он поддерживается это хорошо так видим что точки можно размещать где угодно вот вот этого мне не хватало нам на моей памяти только в нескольких сколько я делаю обзоры сколько играю евротрак симулятор в а т.с. вот очень мало грузовиков с такой опции посмотрите вот такого вот не хватает я считаю что этого в каждом грузовике должен быть который поддерживает сисал чтобы можно было не вот на вот этом узком месте ставить аксессуары а где вы хотите я бы даже точки еще вот здесь вот под самым козырьком бы сделал сюда можно размещать как тракинфо и он не будет мешать абсолютно разные аксессуары там декоративные это очень хорошая идея кстати про наш тракинфо давайте посмотрим что у нас здесь есть бортовой компьютер я не здесь не наблюдаю давайте посмотрим что у нас за опции добавляется вот такой вот декорчик разнообразит нашу приборочку давайте посмотрим что у нас с нашим рулевым колесом разнообразно конечно но она как-то сюда вообще не подходит это это поняла переделанный руль от американских тягачей ну вот этот уже более-менее под вот этот декор также поддерживаются видим что у нас поддерживаются аксессуары давайте вот такой вот под дерево с поставим так декор мы рассмотрели здесь мы можем ставить предметы видим что от сисола потому что почему-то только пачка сигарет хотя можно было и кружку поставить давайте посмотрим что у нас за флажки здесь автор наверно любит голландию данию здесь очень много вот есть и российский финляндия швеция принципе поставили вот бумажничек это хорошо вот здесь вот не хватает точки конечно здесь можно было тоже накласть предметов домой ноги много так смотрим что у нас внизу тоже почему-то сисал сюда не встроил хотя работает этот мод сислом так ну давайте сумку поставим для разнообразия на пассажирском тоже у нас к сожалению нельзя ничего ставить хотелось бы еще пассажира сюда впихнуть давайте посмотрим что у нас шторки добавляются добавим шторы был не знаю чего это не буду убирать так что у нас вверху видим что наш наш кондиционер можно здесь и регулировать но второй вариант с этим фильтром уберет наши хорны так что не будем их менять так следующее что у нас давайте спас мат посмотрим что здесь за висел очки видим что тут сисал тоже как-то урезан ну принципе сильно тут и не хочется расходиться посмотрим на зеркальце зеркальце у нас одного типа меняется только цвет так можно шторки можно сисловские флажки повесить платье посмотрим как шторки смотрятся вполне себе ничего давайте шторки оставим так визор у нас трех типов так ну так 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 сюда той слот а вот у нас столик добавляется все я не разобрался сразу видим что предметы можно ставить давайте чашечку какую-то поставим все теперь у нас все хорошо все нормально так пепельницу не будем ставить какую-то фотографии сюда вот так вот чтоб сильно не мешало ты ок так так давайте глянем что еще можно поставить мне интересно сюда gps вообще втыкается везде хочу gps поставить ну потому что еще нас джип точки с gps а мне было насколько я помню до точки с gps ам еще не было давайте может вместо вместо вот этой фотографии попробуем прикрутить вентилятор кстати вот летом ездить очень хорошо будет рацию там еще можно дополнительно поставить водитель лишь иногда выходит с грузовика и ему нужна рация так смотрим табло gps вот так вот будет выглядеть gps давайте теперь попробуем его например вот сюда прикрепить том том тома я здесь не видел так только не говорить я есть том том все здесь ставим топ том немножечко шторкой прикрывается но лучше вот так вот чем вот так вот шторку мы можем убрать это дело вашего вкуса вернем фотографию жены там или кого там было фотка давайте вернем ее вот так вот все так фотография семьи поставлено gps поставлено вот так вот принципе по моему папа тюнингу а еще боковые шторки были вот кстати даже есть это на что-то на точку не пока сайт миррор еще можно боковое зеркальце поставить давайте поставим так как для боковые шторки шторы задние нашел был не знаю что такое так ну давайте сюда перейдем может просто я так бок штора так чего то там убирает боковая штора давайте заглянем что у нас убралось что ничего не убралось и шторы добавились ну нормально все тюнинговый наш volvo fh 12 generation принципе тут много всего напихали всего хватает по тюнингу отлично просто давайте уже смотреть его в игре прицеплю кстати трейлер я вам не показал покажу тут еще один трейлер идет с ним рефрижератор смотрим его с трейлером вот такой вот трейлер очек видим что подписан он ламберт давайте посмотрим на него вот такой рефрижератор уже с наклеечками посмотрим если скин из кино в нету только белый цвет итак переходим к игре итак мы в нашем volvo fh 12 давайте осмотримся сразу заметьте на приборку видим что она так бликует это ближе к реализму но практичности от этого 0 это только ухудшает наше понимание ситуации ну салончик выглядит вообще неплохо неплохо так что у нас здесь видим показываются какие-то данные на этом приборчике к сожалению не знаю что это такое так ну это наверное не рация это наверное засекать какое-то время про чего-то прохождение не радио явно посмотрите там какие-то засекаются трекинг какой-то так смотрим что у нас вверху вверху рацийка все выглядит отлично давайте включим двигатель так и видим что у нас gps видим что gps кастомный он заменяет стандартный gps видим что на сисловском картинка тоже поменялось честно говоря мне вот такая подложка не нравится она сбивает слишком много там всяких элементов полосочек надписей не очень не такая штука нравится но мне нравится как это все включается как анимация подъема этого gps а давайте еще раз проверим раз заехал об включается отлично смотрится и я думаю что этот gps в принципе может то есть вот этот под окном можно и не ставить можете продублировать конечно кто вам не запрещает смотрим что у нас с поворотниками анимация есть поворотников звук есть это все хорошо сигнал немножечко подключивает звук ну принципе звук очень даже неплохой и обратите внимание что на зеркале даже есть надпись объекты в зеркале ближе чем вы предполагаете так что по датчикам когда они включились некоторые датчики у нас перекрываются давайте смотреть можно ли регулировать руль к сожалению нет руль не регулируется давайте немножечко вот так вот присядем откроется вверх наших датчиков чтобы мы видели обороты самые главные обороты и наш спидометр так можно немножко даже отсесть вот так вот чтобы у нас был запас по обзору принципе уже все получше стало вот так вот такой вот вид ним больше нравится и кстати мы еще и топливо сможем видеть да надеюсь что это топливо бортового компьютера и здесь также не наблюдаю то есть смотрите вверху мы можем поставить бортовой компьютер от числа он будет больше чем вот этот том том но все же если вам нужен бортовой компьютер вы это сделаете так включаем дождик плохая погода пошла так вот так вот у нас выглядит освещение дождь мне всегда нравится когда начинает идти дождь тем более такой весной включаем дворники анимация по дворникам также есть три позиции подождите нет позиции 1 2 3 4 позиции по дворникам это вообще кайф так ну дворники естественно у нас стирает смотрим что у нас по внешке отлично лежат дворники без никаких то проблем и обратите внимание на наш рефрижератор этот ландерт что идет с модом тоже смотрится неплохо единственное что хотелось бы чтоб ему скины еще были было бы вообще шикарно так поскольку мы на внешке давайте сразу включим ночь так что там у нас пишется по какие-то ошибочки все таки есть вас зап не знаю что это такое какая-то модель у нас конфликтует так творники можем выключать наша задача сейчас посмотреть что у нас светом напомню что я не нашел никаких дополнительных освещений в салоне так включаем свет михал очки у нас переключается светом по него так и дальние давайте включим вот так вот отличаются дальние так она у нас что-то меняется да у нас есть подсветка в салоне давайте кстати наклеечка обратите внимание такси тоже подсвечивается как и положено а зачем бы ее мы ставили так возвращаемся в салончик и посмотрим как у нас подсветка ну сейчас мы просто в светлом месте но подсветка довольно таки хорошая такого желтоватого цвета мягкий такой цвет теплый принципе подсветка есть и на отрабатывать свое ну и обратите внимание на приборку вот днем как она бликовала и как классно смотреть на нее когда нету от этих бликов так что я от бликов бы избавился ли сделал бы опционально ставятся ли вот эти стекла на наши приборы сейчас как будто их вообще нету посмотрите нету никаких стекла вроде пусто днем появляется вот это отображение от этих стекол очень плохо ну неплохо неплохо видим что у нас даже значок светится вот так вот освещение отрабатывает видим что спалка вообще хорошо так освещается отлично мы со светом разобрались трейлер посмотрели давайте включим день так теперь я предлагаю немножечко проехаться так нам нужно отсюда вовыр вырулить зеркало очень хорошо видно леваями виду так показываем поворот видим что у нас тут и трамвайчик ходит у меня тут гараж я почему-то не пользуюсь надеюсь нас там пропускают отлично так выровняем камеру так куда здесь ехать ну по обратите внимание на gps ну какая-то каша вот вроде бы он так прикольно выглядит но юзабилити его не очень не очень так даже не знаю куда тут ехать впереди заправка но на заправке может сильно шуметь приятный такой интерьер чик вы знаете камеру еще можно подстроить приятно ехать в этом кстати я подсветку не выключил все выключили подсветку опять вот эти блики появились так я наверно поворачиваю поворачиваю на можно повернуть вообще не могу понять что там на карте туда вообще можно поворачивать да то на у нас на заправку туда и поедем все решено знаете с подсветкой даже вроде лучше ехать хоть и днем как-то приятней свет встает блин по моему это это шумная заправка но сейчас заеду на нее если там шумит то я уеду отлично отлично едет машинка наш грузовичок точнее так сейчас здесь запарковываем ся паркинг лод спасибо не надо поворотник выключил кстати сдавание назад слышите какие звуки все стоп ставим на парковочный плохо слышно ну-ка парковочный вот он здесь вот такой большой я думал вот это он черный ну ладно поставили на парковочный все отлично по индикаторам видим что стрелочки внизу это хорошо потому что я регулировал положение поворот ой положение с нашего сидения если бы опустился вниз то рулем бы перекрыла поворотники одни обычно сверху здесь же все хорошо продумано ну принципе все обзорчик думаю уже можно завершать подведем итоги по данному моду напомню это volvo fh12 generation по моему называется от модера нику никола видим что он даже свой шилдик которая не снимается сюда поставил ну хорошо ладно давайте выключу освещение чтобы мы посмотрели как она идет в стоке что по звукам по звукам хорошо вы видели что слышали что с внешки звуки тоже хороши что по интерьеру интерьерчик вполне замечательный разнообразие конечно в интерьере нету но самое главное что вот эта вставка сюда ставится деревянно и интерьер немного преображается тем более что руль как раз с такой вот с таким же материалом и уже стает по веселее что мне не понравилось это в gps и вот эта подложка которая стоит и на стандартный по ней сложно разобрать что происходит что у нас карты я бы советовал автору убрать вот эту подложку она только мешает она ну не комфортно смотреть на gps не понимать что там за знаки какой-то мусорник чего там зачем это по 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 нашим интерьерным точкам очень много точек по по сислу на лобовое вы видели это просто идеально я считаю что в каждом моде должно быть так по анимациям тоже анимация открытия gps есть очень классно очень современно также у нас анимации всех ручек есть дворники у нас четыре позиционные тоже очень классно парковочный также анимирован что также есть плюсом зеркало вы нас зеркало тоже мне понравился неплохо смотрится также еще на такие маленькие замечания что здесь у нас внизу только несколько сумок тут можно ставить сисл почему-то тоже сюда не прикручен и нас сидение пассажирской хотелось бы еще пассажиров садить а так по интерьеру мне очень даже понравилось и еще блики кстати не каждому понравится блики от приборки и так плавно переходим к внешнему экстерьеру давайте посмотрим что у нас на внешке глушим двигатель а кстати сигнальчик еще раз слышите звук какой-то в конце прерыв чистый вот это единственное к чему можно придраться выключили двигатель убрали табличку что по нашему экстерьеру тоже неплохо довольно таки много точек довольно таки много точек и кстати скины тоже мне понравились много есть хороших скинов что касается дополнительных трейлеров и цистерны то я не знаю я считаю что это лишнее перегружать мод еще вот такими объектами внешка мне тоже понравилось и вы знаете мод довольно таки хороший я я наверно поставлю ему 80 плюсом даже потому что много моментов мне понравились особенно мне понравилось что на лобовую много точек для сисла вот это я бы хотел видеть в каждом моде спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал до новых встреч